есть довольно большое количество людей у которых несколько детей и вот у них довольно часто возникают вопросы как быть когда их двое и они между собой как-то конфликтуют конкурируют как можно одному разрешить а другом и не разрешить и что с этим у меня есть такое старческое брюзжение который заключается в том что делали раньше я понимаю что в данном случае мне наверное не стоит так говорить но дело в том что если вы действительно согласна вот зона ближайшего развития по выгодскому с точки зрения формирования привычек навыков режима там и так далее с первым ребенком все делаете правильно то появление второго органично встроиться в систему другое дело что сначала мы воспитываем детей как придется как нас бабушки учили а потом в какой-то момент понимаем что что-то пошло не так значит это действительно проблема проблема связанная с тем что одного ты ребенка достаточно сложно правильно как бы выстроить чтобы он он двигался правильно корректно развивался максимально качественно в каждом из периодов своего взросления и вот двумя детьми это конечно еще большая сложность с точки зрения психологических исследований считается что лучше всего если разница возрастная между детьми будет погодки вот поэтому что если они погодки то вы вам легче установить между ними правила и коммуникации между ними тоже становится более более как искать естественный то что они находятся они друг на друга похожи то есть пока один переваливается через очередной возрастной кризис другой его догоняет поэтому в общем это неплохо поэтому или погодки или больше 7 лет вот потому что если больше семи лет то у вас уже ребенок находится после семи лет он становится социальным существом впервые да вот еще не очень хорошим но уже усваивающим социальные правила поэтому вы можете с ним о чем-то уже не договариваться но что-то как бы вкладывать в голову надеюсь что она там будет вот я деликатно сказал да да поэтому если между детьми разница там два года три года четыре года это конечно испытание всегда для родителей потому что у вас первый ребенок проходит кризис одного года это неприятный период а другой проходит там кризис трех лет это уже так сказать на все туши свет пиши пропало вот да поэтому тут понятно что как получилось так получилось поэтому да ну в общем я просто хочу здесь может вы решите заводить детей и вот что лучше или погодки или вот с таким интервал вот значит следующее когда у вас два ребенка они хотя и вышли из одной так сказать из одного чрева материнского это два разных человека вот разность этих людей может быть очень высокой вот и что-то действительно связано с возрастными особенностями да то есть условно говоря вы неизбежно больше внимания будете уделять как бы родившемуся ребенку чем тому кто сейчас значит уже способен сам передвигаться и даже может что-то разогреть в микроволновке вот поэтому это возрастная разница накладывает до разные вещи что кто-то чувствует себя обделенным вниманием там кто-то еще что-то другая составляющая такая связанная тоже с возрастными периодичностью до связаны с тем что старшие дети как правило более консервативные более ориентированы на родителей младшие дети как правило более либеральные и как бы сказать революционные вот соответствующие исследования тоже проведены и это разница доказана вот они хуже учатся в среднем ну не сильно но хуже и вот поэтому есть вот разрез в разрез в разрез в возрастная особенность но не списывайте на нее все это может быть связано просто с тем что ребенок типологически по как бы организации своей нервной системе все системы другой да значит ну классификации нервных систем бывает много в зависимости от задач на то есть можно начиная с классической когда делят на сангвиников меланхоликов холериков и флегматиков еще со времен аристотеля да вот заканчивая ну современными типологиями которые основаны больше на действительно особенностях и специфики работы мозга да вот сам книга троица и 3 псих биологических типа которые там описывают три способа думать конструкторы рефлекторы центристы это тоже все генетически детерминированные вещи что такое флегмантики сангвиники меланхолики это сила нервной системы ребенок может быть более сильным вот с другой стороны он и это как бы хорошее правило но она дальше может накладываться на упрямство на отсутствие там социальных контактов там правильного социального взаимодействия там и прочее вот поэтому нужно всегда учитывать психобиологические особенности способность там к переключению внимания способ потребность в социальном одобрении вполне возможно что для ваших детей требуется разное социальное одобрение какого-то ребенка надо когда вы чувствуете что он нуждается в психологической поддержке его нужно наоборот как-то успокаивать при поглаживать говорить ему что вы рядом и что вы вместе и так далее это таком если у него больше такой невротический социальный вектор если ребенок такая больше творческая натура то утешать бессмысленно потому что вы вместо того чтобы хлопать так сказать восхищаться и так совершаете противоположные действия вот и такой ребенок его нужно поддерживать в ситуациях сложности когда вы ему расскажете что он у вас большой молодец он и с тем справился и с этим справился и с этим еще конечно справиться тоже не может не справиться тоже таких вообще замечательных детей не бывает на свете вот и это разные формы коммуникации в зависимости от того какие особенности психологические характеризуют вашего ребенка как бы на генетическом уровне да вот и я все время это вспоминаю просто проблема состоит в том что мы рожаем детей и мы не почкованием вот если бы мы почкованием рожали то у них был бы тоже генетический материал который у нас и в целом а они были бы нам сильно подобны и так далее так может получиться что допустим у вас там папа такой аналитического склада ума такой строгий такой как бы сказать у него все там занудно перпендикулярно и параллельно вот а мама наоборот натура художественная яркая там и так далее и дальше вот появляется их ребенок который может вообще быть не такой не такой да потому что там две бабушки сыграли у нас вот это просто генетические шури ребята но все кареглазы вот 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 но папа моего голубые глаза появились непонятно откуда рецессивно тоже вот и у у линии мамы голубые глаза то там у бабушки тоже больше вот и появляется ребенок абсолютно монголоидного лица с черными волосами и голубыми глазами вот в общем короче говоря генетически может происходить ну вот самые разные аберрации и вы должны понимать что это ваш ребенок он не такой как скорее всего но с большей вероятностью на вас не похож чем похож вот у него есть другой способ думание свой другой способ восприятия мира там и так далее то что подходит как вам кажется для вас если бы с вами это было хорошо совершенно не так что это подходит поэтому вот помните все что это другой генетический материал в ваш отчасти и когда вы так понимаете вы понимаете что вам надо разнообразить ваши стратегии его воспитания и взаимодействия с ним учитывая ну то что он может быть по-другому воспринимает что-то по-другому это ощущает по-другому чувствует там и так далее вот значит второй пункт про что я сказал да и нужно понимать что есть возрастные вот такие особенности которые накладывают свой отпечаток на проблематичность воспитания нескольких детей одновременно хорошо если вы попали в нужные фазы и там есть правильный разрыв тогда все неплохо но если не попали то эти проблемы неизбежны они будут происходить это нормально это не катастрофа куча детей выросло так может быть вы сами были одним из таких детей поэтому не тревожьтесь значит вторая составляющая то что я вам сейчас отказал дети действительно разные и у вас один ребенок может требовать одного подхода другой ребенок может требовать другого подхода но при всем при этом действуют универсальные правила которые необходимы каждому ребенку и собственно говоря задача нашего курса счастливые родители в том и состоит чтобы продемонстрировать вам универсальные вещи не индивидуальные особенности какие-то которые можно отдельно обсуждать про которые можно делать отдельные там мы будем делать отдельные какие-то эфиры материалы отдельные для этого готовить но есть законы роста развития формирования мозга человека и вот задача нашего курса как раз показать те инструменты которые универсальны и эти же самые инструменты будут использоваться и для одного ребенка и для второго и для третьего в рамках одной семьи и просто нужно понимать что если вы начали применять этот инструментарий когда их уже в авоське ну вам придется с каждым отдельно последовательно делать ровно то что мы рекомендуем делать в рамках нашего курса и постепенно не сразу потому что дети будут друг друга дестабилизировать но вы прекрасно знаете то есть вот вы например у вас ребенок находится в родительской семье дальше вы отдаете его в школу отдаете его в детский сад отдаете его бабушке дедушке и возвращается вам другой ребенок потому что дети очень зависят от средовых факторов и средовые факторы в значительной степени определяют их поведение поскольку мозг очень лобильный такой подвижный там еще все может друг с другом связываться к счастью и пересвязываться тоже вот и значит возникает конструкция при которой ваш ребенок вы его отдаете и потом он вам возвращается но вы же можете его как бы организовать заново значит вот с двумя детьми проблема состоит в том что их сложно забрать друг от друга и выучить отдельно но это просто один средовой фактор вы должны понять что кроме этого на ваших детей влияет куча других средовых факторов и вы как родители являетесь одним из определяющих и если там начинается потасовка на заднем сиденье вашего автомобиля где двое детей отчаянно выясняют там и так далее нужно четко понимать что каждый из этих детей реагируя друг на друга реагирует и на вас и вы важнее чем вот эта собственная реакция поэтому если родитель не осознает собственного собственной роли собственного влияния собственного места в жизни своего ребенка он никогда не сможет с ним не совладать не справиться как только он понимает свою сверхъестественную значимость для этого существа если он способен эту сверхъестественную значимость бережно деликатно по-доброму уважительно там и так далее реализовывать вы конечно являетесь самым мощным средовым фактором который способен даже в ситуации когда несколько детей и они там друг на друга тоже влияют оказывать системное влияние на всех участников этого марлизонского балета но когда вы разводите руки когда вы начинаете кричать боже боже спасите меня семеро вы демонстрируете детям то что они неуправляемы а если вы чему то скажете что оно неуправляемое оно дальше не будет управлять никогда не любят своим детям что они неуправляемы он неуправляемый все конец вы ему дали карт бланш просто как чикатиль и понимаете твори все что хочешь они управляемые просто можно бросить руль знаете бросить рули вы эти они не управляемые Машина моя. Ну, так она и поедет, конечно, куда ей надо. Так надо же рулить. Вот в этом вся идея-то.